МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Коротко о главном. Промышленный калибр, электротехнические гиганты и малые инновационные предприятия Чуваши опутывают страну и мир своими экономическими связями. Агитация настав. В ЦИКе журналистам рассказали об особенностях нынешней избирательной кампании. Академизм плюс самобытность. Чувашский живописец раскрывает формулу художественного мастерства. Когда будут гостифицированы улицы? Строится ли жилье для детей-сирот и многодетных семей? Могут ли рассчитывать жители одной из деревень республики на дорогу? С этими вопросами сегодня обратились жители Чувашии к временно исполняющему обязанности главы Михаилу Игнатьеву. Алексей Петров окончил сельхозакадемию и сейчас работает в селе Новая Байбатарева Яльчикского района агрономом. Он стоит в очереди на получение жилья в списке детей-сирот. Михаил Игнатьев отметил, что в селе Яльчике на улице Мира сейчас строится новый дом. После прохождения всех процедур молодой человек получит квартиру. Однокомнатную квартиру в этом доме, по этому адресу один из предполагаемых вариантов будет представлен практически в этом году. Вы получите где-то, может быть, в конце сентября или в октябре месяца до начала зимы. И практически уже можете зимой переехать туда и сможете жить там. Ежегодно в Чувашии выделяются средства на строительство жилья для детей-сирот. За последние три года на эти цели направлено более 1 миллиарда рублей. Екатерина Иванова интересовала вопрос газификации новых улиц в поселке Кугеси. Сейчас там активно застраиваются улицы Светлая, Дальняя, Кедровая и Весенняя. Много многодетных семей, которые не могут переехать из-за отсутствия газа. Проект на спектакль документации есть, положительное заключение есть. Мы в этом году, скорее всего, начнем все четыре улицы по проведению газа. Там, наверное, организацию надо отобрать. В основном будет заниматься администрация Чекусарской районной. Администрация Чекусарской районной. Ну и данный вопрос возьмем на контроль. Семья Волковых из Канажского района воспитывает пятерых детей. Живут в доме площадью 60 квадратных метров. Что говорят в администрации вам по данному вопросу? Ждете, ждете, да? Ждете. Стоим, как говорят, на первом месте. Первые, да, в очередной? Первые. Мы каждый год проверяем эту информацию, чтобы быть в курсе. В делах 65-66 квадратных метров мы будем представлять по выделенным средствам. Средства мы районно выделяем, соответственно. И на основании этого администрация района уже обеспечит банк соответствующих квартир. Поэтому к Сафронову или его записителю надо обратиться. Мы сейчас карточку полностью оформляем. Возьмем метровый вопрос на контроль. Но к Новому году, если никаких проблем не возникнет, я там получусь. Обнадежил Михаил Игнатьев и жители деревни Ватлана Аликовского района. В этом году выделены средства на строительство дороги с твердым покрытием в этом населенном пункте. Администрация района до начала зимы должна провести благоустройство. А вот Вера Афанасьева пришла поблагодарить Михаила Игнатьева. В июне этого года в Чебоксарах благоустроили пустырь по улице Университетской. В недалеке, как вчера, было собрание жильцов нашего дома. И вот они просили выразить вам большую благодарность, признательность за благоустройство. Если вы, как понятно, стоите, и вообще пустыря, который нас очень огорчал. И теперь на месте этого пустыря появился сквер имени Игоря Петрика, где есть тенажеры. Михаил Игнатьев отметил, что благоустройство городов и сел республики продолжится. Сейчас предстоит оценить то, что еще необходимо сделать, а затем создать все условия, чтобы было комфортно жить и заниматься спортом. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Гигант электротехнического кластера России и небольшое научно-производственное объединение, которое также специализируется на электротехнике и машиностроении. С коллективами этих двух столичных предприятий сегодня встретился временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Небольшое по площади предприятие в центре Новоюжного района столицы, которое, впрочем, уже заняло заметное место в электротехническом кластере республики и страны. Научно-производственное объединение «Каскад». Продукцию предприятия используют такие гиганты, как Калининская, Ростовская, Белоярская и Ленинградская атомные электростанции. Чебоксарское объединение предлагает заказчикам различные виды электротехнических соединений, шинодержателей, изоляторов и другие изделия, большая часть которых – собственные запатентованные конструкторские решения. Предприятие единственное в России, выпускающее соединители, электрические соединители подобного рода. И, безусловно, мы боремся с большим количеством конкурентов иностранных. И, ну, мне кажется, на сегодняшний день успешно. Несмотря на то, что у них, конечно, гигантская номенклатура, они могут демпфинговать ценами, российские предприятия приобретают нашу продукцию. И, как мы думаем, потому что у нас, в общем-то, высокое качество изделия. Дефицита комплектующих из-за санкций на предприятии не возникло. Большую часть деталей для своей продукции изготавливают сами или закупают у российских компаний. Впрочем, экономическую ситуацию в последнем времени почувствовали и здесь. В связи с политикой импортозамещения заказов явно прибавилось. К нам от отдела продаж приходят заказы, по которым мы собираем и комплектуем изделия. После всего собранного я уже прихожу и, в общем, проверяю изделия именно по чертежу на соответствие, как говорится, заказа. Работы стало больше, заказов очень стало много в связи с импортозамещением. Это к нам на руку, то есть от этого у нас растет зарплата. Растет и количество партнеров. Так, в сотрудничестве с Чебоксарским НПО заинтересована одна из баварских компаний. В Германии они производят подобную продукцию. Я всегда говорю, я не политик, я приезжаю делать бизнес, а я приезжаю и хорошо пообщаться с человеком, а сохранить человеческий вопрос. Это для меня очень большой уровень. Если человек с человеком может спокойнее пообщаться по бизнесу и покушать вместе, зачем нам потом кто-то мешает. Город Чебоксар является центром релейной защиты вообще. Автоматики для Минобороны, для газовой промышленности, для нефтяной промышленности, Розатом, Русгидро. У нас нет золота, нету нефти, нету газа, хотя республика зафиксирована. Есть голова в людей, инвестиции укладываем в молодых людей. Особой гордостью предприятие руководство называет участок окончательного производства литейных форм. Самые старые станки здесь датируются 2011 годом. Только вот построить на старом месте новые цеха не получается, а расширяться попросту некуда. Впрочем, эту проблему на предприятии решили будут переезжать в индустриальный парк. Строительство помещения уже началось. Штат сотрудников планирует увеличить, ну а нынешние работники, воспользовавшись встречей с руководителем региона, спрашивали про строительство новых школ в городе, про наличие бюджетных мест на технических направлениях в местных вузах, про велопарковки, работу социальных программ. Я мама троих детей, и мы три года стоим в очереди по представлению по федеральной программе по землям. У нас приусадебное хозяйство, мы стоим 1100 кокея, я звонила две недели назад в Калининскую администрацию, сказали, что это направление приостановлено. Я скажу так, эта программа у нас работает, в сельской местности намного лучше решаются эти вопросы, потому что условия другие. В очереди вы в городе стоите, и городская администрация должна работать. Все вопросы и просьбы взяли на карандаш. Прежде чем встретиться с коллективом еще одного предприятия, Лара, временно исполняющая обязанности главы Чуваши, осмотрела один из цехов, где собирают продукцию для железнодорожного транспорта. Культы управления машиниста, вот различные стоят. От начала до конца в ракете полный, где-то, да, ну, безусловно, есть ряд двух изделий. Вот, но основную долю работы, я думаю, порядка, ну вот по этому изделию, порядка 50 процентов, это, значит, изделие собственного изготовления. Железнодорожная техника в последние годы вообще стала одним из приоритетных направлений предприятия. В 2011 году предприятие вошло в проект, инфраструктурный проект по созданию системы интервального регулирования на микропроцессной элементной базе. Значит, совместно с ведущим институтом отрасли, институтом ООО «НИАС» город Москва. Значит, в кратчайшие сроки были созданы опытные образцы и представлены руководство железнодорожного, руководство РЖД. Значит, в 2013 году завод получил первый заказ на оснащение, значит, Малого кольца Московской железной дороги. Это своего рода наземное метро для правительства Москвы. Значит, по этому проекту мы делаем практически 400 шкафов за три года. Это оборудование, которое специалисты называют шкафами, не допустят, что очень важно в столкновении транспорта на путях, а это вопрос безопасности. Еще несколько новых проектов в разработке. Сотрудников ИЛАР интересовало строительство новых школ, благоустройство территории залива. Были и личные просьбы. Михаил Игнатьев поблагодарил коллектив за работу и заверил, все вопросы записаны, про них не забудут. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. 30 августа Новочебоксарску исполнится 55 лет. В этом году юбилей отметили и на крупнейшем предприятии города-спутниках, Химпроме. Накануне там побывал временно исполняющий обязанности главы Республики. Михаил Игнатьев интересовали вопросы соблюдения безопасности на стратегическом объекте. Что показали руководители региона, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. В цехе номер 50. Соблюдаются все меры предосторожности, без пиццодежды и противогазов. Здесь находиться запрещено. В цехе номер 50 производят пероксид водорода. Это вещество добавляют в стиральные порошки. С помощью него, говорят специалисты, отбеливают бумагу и текстиль. В сутки здесь производят более 200 тонн пероксида водорода. Для того, чтобы получить это вещество, на заводе применяют проверенный годами изопропиловый метод. Сейчас за многие процессы в цеху отвечает автоматика. Михаилу Игнатьеву показали рабочее место аппаратчикам. Сидят за параметрами, уровень, температура, давление. Все это контролируют и в соответствии коррективы выносят в процессе смены. Это когда требуют? Да, когда требуют. Так все в автоматическом режиме ведется процесс. Есть повышение нагрузок, понижение нагрузок. Что-то нужно добавить, исправить. Они, конечно, да, вносят коррективы и, соответственно, контролируют по графику. Ежеминутно, ежесекундно они видят изменения параметра. Специальная программа помогает диспетчерам просчитывать возможные сбои в работе аппаратуры. На заводе соблюдены все меры безопасности, но руководителя региона интересовало, и какой вред наносит работа этого цеха окружающей среде. Территория, она такая непростая, надо следить, обеспечивать и вопросы безопасности. Но, с другой стороны, экологии не было бы, деревья бы давным-давно высохли бы, травы бы тоже не было бы, значит, черная земля была бы. Ряд других вопросов возникает. Где правда? Вот, видя своими глазами, вы тоже вот оцените, посмотрите и увидите, соответственно. То есть это является ключевым показателем. Временно исполняющий обязанности главы республики пообщался и с работниками цеха. Аппаратчица Римма Назарова трудится здесь более 30 лет. Женщина говорит, что заработную плату на заводе всегда выплачивают вовремя. Уверен, что завтрашние дни есть. Уверен, уверен и очень благодарны нашему руководству, да. Зарплату у нас платят вовремя, и так что вот приглашаем молодежь, пусть приходят, работают. Не знаем такого, что вот. Такого зарплаты у нас зарплата, а вас, а вас, у нас такого нет, не задерживают. Это очень большой плюс. Когда вот мужья наши не получают вовремя, скажем так, а мы получаем. Михаил Игнатьев отметил, что в перспективе Химпром станет лидером химической отрасли. Через два года здесь должен заработать и новый цех, мощности которого позволит производить 50 тысяч тонн перекиси водорода. И сегодня, если взять показатели ваши, они улучшаются. Нам, соответственно, Российской Федерации определенные санкции предъявили, эмбарго. А для Химпром это дополнительные возможности по производству и реализации тех продуктов и тех препаратов, которые вы производите. И рост в динамике положительный. По году, насколько мы обсудили, 7 миллиардов, наверное, перевалите. Это в истории Химпрома практически не было. Работников завода интересовали и вопросы благоустройства города-спутника. Временно исполняющий обязанности главы республики отметил, что в ближайшие три года в Новочбоксарске будет отремонтировано более ста дворов. А накануне юбилейной для муниципалитета даты здесь реконструируют дорогу по улице 10-й пятилетки. Митрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня Центральная избирательная комиссия Чувашии зарегистрировала пятого кандидата на должность главы республики. Им стал председатель республиканского отделения партии пенсионеров Валерий Сапожников. Члены рабочей комиссии ЦИК рассмотрели документы Валерия Сапожникова. Кандидат предоставил 291 подпись муниципальных депутатов и избранных глав. Рабочая группа не нашла нарушений. Валерий Васильевич Сапожников получил удостоверение кандидата на должность главы Чувашии за номером 5. Я хотел бы одновременно благодарить всех тех самых депутатов органов местного самоуправления, которые нотариально поставили свои подписи в поддержку кандидата от КПРФ. Всем вам действительно большое спасибо, потому что ваша поддержка, ваша помощь для нас – это действительно большой такой моральный, политический, общественный стимул. Хотелось показать, что пенсионеры – это большая сила и социальная, и политическая. И партия пенсионеров впервые о себе сегодня говорит вслух. Таким образом, список кандидатов на должность главы Чувашии состоит из пяти человек. Это Михаил Игнатьев, Валентин Шурчанов, Олег Николаев, Константин Суботин и Валерий Сапожников. Остальным семерым отказано в регистрации из-за того, что они не предоставили все необходимые документы. В республике завершился этап выдвижения кандидатов на должность главы Чувашии. И начинается новая предвыборная агитация. С момента регистрации кандидаты могут проводить предвыборные мероприятия. А с 15 августа выступать в средствах массовой информации. О других подробностях предвыборной кампании в Чувашии рассказали сегодня на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии. 13 сентября на избирательных участках Научебоксарской и Цивильска будут использованы так называемые КАИБы – комплексы обработки избирательных верюйтеней. По словам председателя ЦИК Александра Цветкова, доверие к таким комплексам большое. Именно КАИБы обеспечивают объективность результатов, то есть они устраняют тот пресловутый человеческий фактор. Машина, она ничего придумать не может и автоматически фиксирует все галочки. Более того, КАИБ – это не компьютер, там нет мозгов, нет жесткого диска. Соответственно, это всего лишь арифмометр, который суммирует количество галочек и все, и выдает потом результат. Еще одно отличие. В этом году в помещениях для голосования не будут использоваться системы видеонаблюдения. На оснащение нужно до 30 миллионов рублей. Слишком дорого для бюджета. Основная часть выделенных средств идет на оплату работы членов муниципальных избирательных комиссий. Кроме выборов главы, в городах и районах пройдут выборы и депутатов местных собраний. В столице республики голосование будет идти по смешанной системе. Предстоит выбирать депутатов от одномандатных округов и по единому городскому округу. Сейчас кандидаты могут вести агитацию на массовых мероприятиях, а с 15 августа уже в СМИ. Зачем мы должны следить, отслеживать? Это чтобы при этом не нарушалось законодательство. Эти агитационные материалы не содержали призывов экстремистского характера, разжигающих национальную, социальную, расовую ненависть. За этим следим и мы, и Роскомнадзор, и другие полномоченные на то органы. Специалисты ожидают, что явка на предстоящих 13 сентября выборах будет большая. В сельских районах до 80%, а в городах до 60%. Александр Цветков также отметил, что на выборах главы Чувашии представлены кандидаты от всех парламентских партий. Они своей политической деятельностью в Госдуме доказали право участвовать в избирательных кампаниях в регионах. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Первый этап приемной комиссии в высших учебных заведениях подходит к концу. На сайтах вузов страны уже выставлены конкурсные списки, а к началу следующей недели станут известны имена новых студентов. Завтра последний день приема оригиналов для тех, кто имеет особые права и так называемых целевиков. Для желающих быть зачисленными по общему конкурсу последний срок 3 августа. Кто не нашел свои имена в первом списке, могут рассчитывать на следующий этап. Итоги второй волны будут обнародованы 7 августа. Все это касается тех, кто подал заявление на обучение по очной и очно-заочной формам. А пока высшие учебные заведения продолжают честовать тех, кто обучение уже закончил. Сегодня церемония вручения дипломов прошла в Чебоксарском филиале Российской Академии Народного Хозяйства при президенте страны. Костяк выпуска – будущие управленцы, государственные и муниципальные служащие. Дипломы с отличием выпускникам вручила вице-премьер правительства республики, министр финансов Светлана Енилина. Само по себе Академия госслужбы при президенте Российской Федерации – это очень много говорит. Соответственно, выпускники, начинные вручения, они несут себе такую ответственность, потому что получая именно знания на стенах, именно на базе этого вручения, действительно, мы очень ответственно должны подойти к тому, что получили, и в последующем ответственно подойти к своей рабочей, конечно, деятельности. Столицы республики готовятся к очередным публичным слушаниям. На этот раз на суд общественности будет вынесен проект правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа. Посмотрению подлежит проект правил землепользования и застройки. Это, считают специалисты, поможет развивать городские территории. Они предлагают формировать городские зоны таким образом, чтобы в последующем не было необходимости вносить изменения, за исключением редких случаев. Постановление и подробные карты городского зонирования есть на сайте города Чебоксары. Правила землепользования и застройки – это один из трех документов, основных документов, градорегулирования для любого города, для любого поселения. В состав этих трех документов входит генплан, генеральный план, дальше правила землепользовательной застройки и нормативы к строительным проектированию. Генплан мы уже откорректировали, приняли, утвердили и ввели в действие в прошлом году, в конце прошлого года. Правила землепользовательной застройки – мы намерены пройти все необходимые процедуры и утвердить, ввести в действие в конце этого года, а со следующего года начать корректировать нормативы градостроительного проектирования. Там есть тоже свои проблемы. Нам необходимо их привести в удобный для использования вид. Сейчас эти нормативы представляют из себя 500-страничный документ. Мы хотим сделать где-нибудь страниц в 50. Оставить то, что необходимо для регулированного развития города. С предложениями и замечаниями по проекту правил землепользования и застройки можно письменно обратиться в комиссию по подготовке проекта. Татьяна Белова, Олег Якимов, Республика. Сегодня вступил в силу приговор Яльчиковского районного суда в отношении учительницы из Комсомольского района. Суд назначил ей наказание – 3 года лишения свободы условно с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 2 года. Она также должна выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Напомним, что 28-летняя учительница начальных классов Комсомольской средней общеобразовательной школы номер 1 Людмила Максимова обвинялась в истязании несовершеннолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию, сопряженное с жестоким обращением с детьми. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, Максимова, являясь учителем начальных классов, с февраля 2013 года по май 2014-го неоднократно била детей и издевалась над ними. Осужденная вину в совершении преступления не признала и обжаловала приговор суда, указывая на то, что не издевалась над детьми. Совершаемые ею действия называла элементами игры. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской республики приговор в отношении Людмилы Максимовой оставила без изменения. В Чувашии произошли две крупные аварии. Есть погибшие. Подробности далее. По данным МВД Чувашии, в Шумерлинском районе на сотом километре шоссе Чебоксар-Сурское в результате столкновения десятки и трех иномарок погиб 36-летний житель Аллатаря. Его пятилетний сын попал в реанимацию. Ребенка спасло детское удерживающее устройство. Еще четверо участников ДТП госпитализированы. Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Покасательный задел Volkswagen Touareg и в лобовую врезался с Nissan Premier. А затем произошло столкновение с Chevrolet Lachette. Обстоятельства дела выясняются. В Комсомольском районе грузовик вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель грузовика провел за рулем более шести часов. Он и пассажир госпитализированы в больницу. В стенах Чувашского государственного музея открылась выставка, посвященная 50-летнему юбилею живописца и графика Сергея Андреева. На ней побывали и наши корреспонденты. Сергей Андреев художник многогранного таланта. Он окончил художественное училище, но академизм не помешал самобытности. Его увлекла живопись и графика. В картинах Андреева коллеги отмечают отточность композиции, особую музыкальность изображения, следование национальным традициям. Художник чувствует Чувашскую деревню, ее колорит. Как звонко звучит и стекло, и фарфоровая кружка, и вот этот вот удивительный старинный кувшин, и лампа. Это все ему дорого с детства. И он все это хочет воплотить и оставить на века будущим поколениям. Живопись Сергея Андреева перекликается с его графическими работами. По словам самого художника графики, он пришел не сразу. Хорошей графики много быть и не может. Она дается огромным трудом, кропотливой работой. Только над одним произведением работа может длиться по несколько месяцев. Картины художника теплые и душевные, без любования собой в искусстве. По мнению директора музея Геннадия Козлова, графика – вымирающий вид искусства. Очень тяжело выдерживать конкуренцию с фотографическим искусством, компьютерными технологиями. И потому вот ручная техника, то есть карандаш, уголь, сепи, разные техники афортов переживают не самые лучшие времена. Эта экспозиция – одна из немногих графических выставок за последние несколько лет. Она камерна по состоянию, но колоссальна по своему содержанию. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши.